Родительские чаты в Саранске взорвались рано утром, когда от педагогов пришло задание зайти на обучающую платформу, а она единая по всей стране, и скачать презентацию. Однако никто из учеников не смог получить доступ на сайт, пробовали с разных гаджетов. Учителя успокаивают все это из-за того, что учиться через интернет одновременно начали все школы страны. У нас ни в электронный журнал не заходит, ни в Рэш. Как учиться? И у нас никуда не входит. Как презентацию смотреть? Мы тоже не можем зайти. Доброе утро. Сбой серверов практически у всех. Это связано с тем, что вся страна вышла на дистанционное обучение. Сказали, что к обеду наладят. Но в обед так ничего и не заработало. По телефону горячей линии в Министерстве образования объяснить причины сбоя на платформе не смогли. Мы нашли номер службы поддержки дистанционного обучения в Министерстве просвещения. Специалисты говорят, сбой серверов случился вовсе не от наплыва школьников со всей страны. Тут страшнее. По данным наших технических специалистов, ночью была произведена хакерская атака на несколько порталов дистанционного обучения, в том числе и на российскую электронную школу. Поэтому сейчас там проводятся технические работы по восстановлению. И в ближайшее время портал работать не будет. То есть нам обещают, что к вечеру он должен заработать. Обвал сайта российской электронной школы произошел в районе часа ночи по Москве. Родители также не смогли войти в электронные дневники своих детей. В Министерстве просвещения рекомендуют педагогам временно выбрать другие платформы для дистанционного обучения, чтобы школьники все же смогли организовать учебный процесс дома. Потому что сколько продлится эта вынужденная самоизоляция, неизвестно. А гранит науки ждет негрызенный. Олеся Плакиткина, Игорь Гангаев. Наши новости.